всем привет привет вот верно говорят что ремонт никогда нельзя окончательно завершить его можно на время только приостановить что типа этот процесс бесконечный так вот я вожусь со своими орхидеями постоянно и вы знаете каждый раз нахожу на следующий день после того как я что-то оптимизировала и улучшила я на следующий день нахожу еще более интересную и более рациональную идею для орха размещения орха посадок от орха оптимизации всякое прочее это конечно все здорово но мне просто интересно даже знать самой это вообще когда-нибудь закончится или нет наверное все закончится с распродажей всех орхидей я уже недавно вконтакте кому-то написала что мне проще действительно распродать все орхидеи и в сентябре когда я вернусь в россию начать все заново нежели дрожать за каждую свою драгоценную орхидейку все лето потому что у нас ну скажем так предыдущие годы а я уже очень давно оставляю свои орхидеи на летом и друзьям и родственникам и семье и и прочее и даже соседям ну так вот потери я устала считать но я устала переживать и даже один ролик был такой знаете прям слезный когда я на ваших глазах разбирала последствия летних заливов когда их добрые люди пускали на всю ночь в ванну плавать представляете да у меня были такие орха кувшинки ну так вот и потом осенью я лечила эти последствия заливов тут ругалась в основном конечно на себя потому что да нужно было искать выход из положения такой чтобы и волки были сыты и овцы целые короче я решила что оптимальный вариант это просто по максимуму по максимуму свои орхидеи в добрые руки пристраивать весной и потом потом все начинать практически с ноля ну так вот почему я показываю на самом деле не орхидею а китайскую розу потому что помимо пристроя своих орхидей я буду пристраивать еще другие растения комнатные правда их всего три штуки вот и если вдруг кому-то очень-очень сильно нужен гибискус вот такой вот который был сегодня мной пересажен из тяжеленного керамического горшка вот в такой вот легкий я так подозреваю что если новый хозяин не сможет ко мне приехать мне это придется тащить вместо в третье где-нибудь в центре москвы ну и сами понимаете объем растения меня не страшит а вот тяжесть горшка что-то как-то мне немножко меня это смущает короче получилась такая симпатичная посадка сама роза очень пышненько у меня разрослась ее можно конечно же укоротить хоть вдвое хоть втрое мне просто жалко было этого делать она будет конечно с более пышной кроны если сделать сейчас весеннюю такую обрезку прищипку кончиков растущих но мне она нравится вот именно в таком варианте поэтому если вдруг у кого-то есть желание приобрести китайскую розу гибискус цвета которого я не знаю то напишите мне пожалуйста естественно для москвичей запрос такой а в тот горшок керамический в котором сидела китайская роза вот в него пересел мой как вы думаете кто если вы думаете что это цимбидиум то вы ошибаетесь это мой гигантский зигопиталум он выпустил за за то время что он у меня всего три новых псевдобульбы там еще зачатки новеньких я вижу почки зеленые набухают и трескаются но эти три новых псевдобульбы которые даже еще не оформились как следует они внешне прибавили наверное треть этому кусту он и так то был пышный а сейчас просто уже никуда не помещается так вот он сейчас встает на то место на полу где стояла китайская роза а китайскую розу я уже вам предложила был конечно вариант распрощаться и со своим зигопиталумом тоже вот и оставить на лето только самое компактное что не будет приносить больших сложностей в уходе но что-то мне его жалко стало знаете пока моя жаба сидит и обнимает меня мою шею своими лапками жадными говорит не отдавай не отдавай не продавай не меняй ну короче посмотрим посмотрим как у тебя будет чувствовать в этом месте дело в том что у меня стоял в метре от стекла на лоджии и он очень сильно перегревался я его когда сегодня вскрыла увидела что да некоторым корешкам было плоховато в пластике пускай в дырявчатом он не очень хорошо сидел так а вот предыдущие кадры были с первым вариантом посадки потом я его вынула и тут же пересадила обратно сделав посадку более глубокой дело в том что новые псевдобульбы которые сейчас вот влево туда направлены в сторону зеркала они практически лежали они росли в сторону окна и росли практически горизонтально чтобы вы их выровнять в пространстве пришлось сам куст наклонить вправо и новые псевдобульбы они как бы их основание оголилась поэтому пришлось сейчас все вынуть засунуть все это обратно ни один корешок не пострадал и получилась посадка просто более глубокая более кстати устойчивая тоже но и она оказалась более симметричной так что у меня еще новенького напомню я приехал недавно от родителей показала вам как мои орхидеи дачные поживают и сейчас просто делаю такие орхозаметки по поводу всего что вы видели на моем канале за последние месяцы показывают вам демонстрирую как поживает моя как сказать я сильная группа что ли фласочников это те которые не идут на продажу потому что они еще слишком маленькие но вы знаете маленькие да удаленькие могу вам сказать что с момента высадки из фласки ни одна орхидея не не пострадала а это даже не я сильная группа а просто какой-то роддом еще тех фласочных крохотулечных малышей которых я извлекла из общей коллективной посадки напомню что фласку я рассаживала чуть ли не полтора года назад прошло лето она провела у мамы вот этот посадка коллективная потом я на ваших глазах все это распутывала сажала у меня получилось 15 вот таких крупных уже очень хорошо сформированных кустиков мельтасии потом получил средняя группа детсада и вот этот вот где детский сад так а на ваших экранах были зебрины которые уже почти все на броне и вот здесь вот поближе к лампам переехали мои гигантей которые тоже все на броне кроме одного которого я вам сейчас покажу более крупным планом вот он сейчас по центру он оказался не забронированным и я сейчас понимаю что очень хорошо что его никто не забронировал он очень крепкий кустик но под новыми листочками скрыты ожоги еще знаете у меня фласка подгорела в прошлом году представляете через окно через стекло фласки било яркое солнце и именно это гигантея подгорела у него хорошие корни новый лист пошел хороший но старые листочки они горелые поэтому оставлю-ка себе дальше наконец-то наконец-то потихоньку сдвигаются с места реанимашка вот эта которая на по центру экрана потом покажу как выглядят три остальных растений у меня их было четыре и одно плохо себя чувствовал в коллективной посадке я его пересадила в рюмочку рюмочка сами понимаете была без дренажных отверстий и я не знаю что сыграла роль то ли та болячка из-за которой первоначально орхидейка была отсажена от трех собратьев ну а то ли вот это вот мини закрытая система в рюмочке добила ее скажем так влажности которую я там развела хотя снизу был камушек и пенопласт но не знаю короче орхидеи стало плохо это микро котлейка развалилась на две части левые вот эти два листочка вообще стоят без движения а вот у правой который состоит из правой псевдобульбочки с листом и маленькой-маленькой почечкой такой слева у нее наконец-то подвижки кое-какие наметились вчера включив фонарик взяв лупу я увидела два маленьких корешочка они настолько микроскопические наверное с игольное ушко поэтому сейчас вам показывать их не буду а это так выглядит сейчас три более крепких растения они давно уже пересели в керамику одна котлейка в маленький горшочек вот она справа и два кустика пересели в точно такую же но побольше керамическую плошечку такую же имею ввиду по форме с раструбом таким кверху мне кажется что эта форма очень подходит форме кустиков вот и наверное этих малышек я оставлю себе ребят не буду их ставить ни на какое бронирование короче хочу посмотреть как они зацветут правда не знаю кому я их на лето сбагрю а дальше кто у меня как поживает у меня прекрасно поживает вот этот сога пони и перед этим малышка детка и гуго пико фэнтези цвела на ваших экранах так а это кто у меня прикиньте кто у меня расцвел дохлый дохлый такой запчасть такая от дендро от дендробиума берри оды сняла я его как сказать кейк кейк это он или она короче я сняла эту детку с материнского растения чтобы дать тому отдохнуть и просто так подвесила в колбу где у меня висят микроблочники и вы представляете на цветоносике который был буквально сантиметра 3 тогда длиной начали к моему удивлению развиваться в таких странных условиях бутончики и вот сейчас вы видите дальний один уже отсыхает один в полной красе и еще два на подходе первый раз вообще такое вижу я тут своего нормального берри оду который кустом растет в нормальной человеческой посадке я не могу заставить цвести никак а тут снятая вот такая вот запчасть решила процвести при этом обратите внимание на корневую систему это просто мега корневая система вообще непонятно за счет чего все это живет развивается ну вот так вот такие чудеса бывают живет это чудо в перьях у меня в орханише при полностью естественном ой искусственном свете продолжают свести два героя моих роликов про миф о том что пересадка вредит цветущим орхидеям тот который справа внизу он более розовый он уже выкуплен своей новой хозяйкой я жду когда она приедет на следующую неделю состоится торжественная передача и еще два более темных точно такие же гибрида более темных сидят в коллективной посадке их я оставляю себе ну и вот все равно же спросите как выглядит этот дендрофал который непонятно с какой радости зацел вот показываю он в колбе колбы не мытые поэтому долго ваше внимание на этом не задерживаю дальше на что еще хотела вот обратить ваше внимание наверное отдельное видео сниму про этих моих героев маленьких они вот в дальней плошке чуть-чуть попозже про них расскажу по центру уже рассказала про микрокотлейку слева наконец-то начал оживать мой тетраспис нафига я его купила вот и справа в маленькой плошке детки подшедшие от обрезанной бульбы дендроу дендробиума так вот рассказываю про эту плошку кто со мной с прошлого лета тот помнит что я увезла с собой на море огромное количество фласочных малышей их нельзя было уже дома оставлять во фласке не размыв ее и оставлять малышей после того как я фласку размыла тоже было невозможно короче я их увезла с собой там на них нассал соседский кот и вот до сих пор ребята мы выкарабкиваемся представляете до сих пор я вам их особо не показывала потому что я думала что они все сдохнут даже прошлым летом увидев в каком они жутком состоянии я всех оповестила что все сдохли нет штук десять наверное двенадцать выжила но ребята они в таком состоянии странном подвешенном скажем так что скорее всего мне придется в этом году тоже тащить их с собой не успеваю рассказать обо всем что вы видите на своем экране желтое сморщенное нечто это был это была котлея аристократ про которую я уже снимала несколько видео и у нее у этой котлеи ничего не изменилось с тех пор никакого признака новых ростов корней и вообще жизни но они помирают тем не менее так ну и поскольку мои видео зарисовки закончились а я еще не успела вам важную вещь одну сказать предлагаю вам со мной в такси по ночной москве проехаться ребят момент такой еще раз вернусь к своему профилю вконтакте уже в прошлом ролике говорила он у меня закрытый соответственно если хотите вдруг по какой-то причине со мной пообщаться я так понимаю что в основном все хотят пообщаться насчет приобретения орхидей которые с которыми я расстаюсь по весне ну так вот я уже сказала где найти мой профиль в инфобоксе под каждым видео есть информация о канале и потом где меня найти и тут такой момент тут мне знаете нужно сделать небольшой офф топик я так чувствую к концу ролика назрела эта тема в первую очередь у меня дело в том что у меня началась какая-то аллергия непонятная и она не купируется ничем и если вдруг вас раздражает мое затрудненное дыхание как мне когда-то в прошлом сезоне высказал несколько человек после чего мы распрощались если вас затрудненное дыхание мое раздражает гнусавость голоса напрягает и вы беситесь от того что мне приходится перед каждой фразой по сути делать короткий вот такой вот вдох то наверное следующие ролики до наступления лета лучше не смотреть потому что эта проблема со мной каждый год и она со мной надолго и ничего с этим делать я не могу придется придется или терпеть или отписываться но вот к сожалению другого выхода у меня нет так по поводу инстаграма вконтакте я сказала и сейчас после того как я поставлю на запись это видео я буду продумывать наш следующий с вами разговор раз где-то в полгода в год может быть меня пробивает но поговорить с моими подписчиками сейчас их стало больше очень много людей добавляются во френды вконтакте и хотелось бы поднять снова поднять тему культурного и культурного общения и бескультуре в нашем интернете поэтому следующий ролик будет такой знаете болтательно рассуждательный я не обещаю что он будет приятный для всех кто узнает себя в портретах которые я буду описывать не обижайтесь потому что если бы скажем так меня не подвели к этому монологу то этого монолога бы не состоялось но поскольку вы это сделали я считаю возможным высказать свою точку зрения на этот счет поэтому давайте увидимся прям в ближайшее время в моем следующем ролике и есть что вам сказать чем поделиться на что пожаловаться на что посетовать и я надеюсь что я подберу деликатные слова для этого ролика но опять таки не обещаю потому что тема очень злободневная а когда мне приходится взрослым людям объяснять какие-то прописные истины я не могу очень долго быть терпеливой потому что мне кажется что все люди взрослые и все должны просто знать просто потому что они взрослые они должны знать про культуру хоть что-то про манеры про границы допустимого скажем так и вообще прочие вещи но поскольку практика показывает некоторым людям надо это все разжевывать я не могу каждый раз это все в личку настукивать целый просто не текста вконтакте и в инстаграме я лучше один раз делаю это на своем канале ну как один раз профилактические беседы извините приходится проводить раз в полгода в год мне самой это очень не нравится это очень далеко от темы моего канала но тем не менее это то с чем я сталкиваюсь ежедневно все мои хорошие орхидейную часть я заканчиваю ставлю ролик на загрузку и иду вам триндеть про культуру и бескультуре все уже ушла и так же и так же Продолжение следует...